Игнатий Тихонович, вот на этой неделе у нас молитва проходит каждые два часа занятия, но вот на этой неделе вас не видно было почему-то. Вы куда-то ходили? Ходил, тут приезжал отец Геннадий Фаст из Канска, это Хакасия, Красноярский край там, считай, рядом. Ну и тут кто-то скинул эти данные, я их сразу себе на бумажку срисовал, какого числа, сколько, чего, как. Ну и смотрю, актовый зал, кроме актового зала, это еще и считальный зал, вот это вот все срисовал, ну и давай название, когда, где и что, и пошел. Пешком. Потом замерила Елена и говорит, три километра. Среди машин там я все хромал. Ну пришел вовремя, это было как раз уже с четырех вечера. Один был только, с ним я раньше еще познакомился. Пораньше я пришел, и один семинарист. Мы так сошлись с ним, я ему дал визитки свои, и люди собрались. Ну было там 28, кажется, человек, да, маленько так, еще мужчины три прибавилось, все, никого нет. Я думаю, как же так? Оказывается, у них он вел занятия, занятия, и там написано, считальный зал. Когда я спросил, а где считальный зал, а там секретарь говорит, да это одно и то же. Может, не секретарь, там была кто-то. Ну и вот эти дни я там и пропадал. А вчера я утром пошел, вести некому. Я доковылял, и так интересно получилось, уже в территорию-то вошел, а там не пускают. На проходной там стеной обнесено все. Ну первый-то раз на меня пристал этот, я говорю, я пришел, у меня сын тут приехал, лекцию говорит, у меня там должно быть. А что так одет-то на меня смотрит, я все, заплах-то там весь. Я говорю, это самый важный прикид для всего мира, как можно жить дешево и бесплатно. Ну и он, видимо, увидел, куда я пошел-то, и взял священника и за мной туда. А священник-то меня увидел, о, кто пришел-то. Ну и сторож сразу на свое место ушел. Ну и показали, где другое здание тут стоит одно. Вот он поднялся, там пол шикарный, там все. А у меня с собой, я пошел, как будто знал, взял два аппарата, который последний был. Вот прислали-то его. Ну и там все-таки у него два с половиной часа, кажется, или до шести, тридцати, до шести. Ну, не меньше двух часов. Ну, он заходит, он видит люди-то. А на первой скамейке я сижу, он сразу низко поклонился, я ему. Ну и дальше начал говорить, а я ни одного слова-то не слышу. Он мне говорит тихо. Ну, я не важно, я по лицу, по осанке, по физиономии, по мимике вижу, что говорит он о чем, примерно. Вот так, что нет там того, что бывает, человека зажигает. Просто сидят, слушают, и люди все. Потом, когда вопросы стали задавать, я тогда встал со скамейки и к стене прижался, около него рядом, ну, между нами, может, метра три было, и стал снимать его, и кто вопрос задает, туда, в зал. А уже в конце подъедет Елена Гладыщук и меня домой увезет. Вот, вот, Володя пришел в это время. А еще пришли, тут приехала Елена Фавор, Надежда Васильевна и, ну, Юлина, мать, Львов Николаевна Фатеева. Ну, и Володя там один мужчина, который был, его повез на машине, а этот нас всех довез до дому. Это Лена довезла. Ну, это один день, а вчерашний день я с утра ушел. И когда закончилось все, теперь обратно хромать, а через полчаса обратно идти, да я опоздаю. Я тогда говорю, я не пойду никуда, посижу здесь. Дайте, где мне посидеть можно. Ну, они, у меня там комната есть, они там бывают, еще и священники, когда бывает время-то. Ну, я раз остался здесь, они ко мне, священники, пошли обедать там в столовой. Да я не хочу, правда, не хотел. Нет, пошли. Ну, и пошли с Атомом Геннадьем, оказались, уже все пообедали за одним столом. Там первое было, картофельное, там что-то такое плавает. И второе, каши, капустная, это сказать, картофельное. И хвостик рыбки какой-то мне попался, вот такой маленький. То ли окунь или кто. И дольки помидора отрезанные. Ну, хорошо поели, хлеба вдоволь, а мне что еще надо-то? Ну, а теперь-то до четырех надо ждать, и мне комнатку они дали. И я там вот так прислонился, как здесь, и дремать давай. Ну, рано встаем, негде. Ну, а тут уже кто-то заглянул за священников, меня оставили в покое. А когда ему уже приходить, отца Геннадьева-то, он зашел, тут наши люди все под боглословение подходят. Алептина была, Татьяна с ней, Саша Дмухи теперь жена несчастная. Вот так. Ну, и вот день-то и прошел. И вчера вечером нас уже и привезли сюда. Кто-то нас привез, Лена и привезла. Был и Игорь, и с Юлей. А сегодня договорились, он за мной заехал и туда увез, а он когда-то учился в семинарии. И в этом семинарии, я зашел, столы заняты, я говорю, это первый стол мой, мне вчера его отдали. А когда вчера было, так интересно, я только зашел на территорию, ну и подхожу, где уже здание заходить-то. А знаю почему, потому что в том здании, где собирается, туалета нет, а в этом. И вот говорю, машина прямо на меня едет остановилась, и вылазит из Нью-Архиерея наша, на серьги. О, а я его увидел, о, мы как эти буддисты, монахи, поприветствовали друг друга. Ну, он пошел, я за ним. А он зашел там, где секретарь, а там уже отец Геннадий стоит, священников несколько, видимо. И он стал считать сразу, там, ну да, отче наш просчитал, потом по одному благословили все. А я говорю, владыка, меня благословите. Я иду сейчас к этим, чуть не скажу, ну, студентам вашим, семинаристам. И я маленько хотел сказать, он подошел, широко меня так благословил. Ну, я и пошел. Благословенный, так скажи, что благословенный. Ну, и дальше-то уже вчера как проходило. Он мне вот давал маленькое слово, там, где сказать-то. Ну, отец Геннадий так подгадал-то. Я нынче уже приготовился. Вчера взял я три аппарата с собой. Ключают-то, я другой подставил. И так же сегодня Игорь, там, он учился в этой семинаре. Говорит, а я семинарист вообще. Ну, и мы сидим за первым столом. А он им там рассказывает, я все это заснял. Вы увидите о чем. Видно, что грамотный человек все знает. Ну, я так по секрету вот скажу, чтобы, говорится, не каждый догадался, что такое. Я ничего не могу с собой сделать. Глаза подниму, а у меня, я взял бумажку, на нее опирается, маленько поднимается аппарат. Ну, и захватывать его как надо. Ну, а я в это время, вчера я искал, там не нашел, библиотека большая, там рядом, прям рядом. Коридор пять шагов пройдешь. И сегодня я нашел. У них называется «Покров» для, специально для семинаристов, журнал по благословению патриарта этого Сергия Митрополита. Это 2016 год, девятый номер, тридцать пятая страница. Я посмотрел, как раз про нас написано, и доктор богословия там, Павел Бочков говорит об этом, про Песа, право. Ну, я ему, Геннадий, вижу, что уже второй час идет, а без перерыва идет. Два с половиной часа без перерыва сидят. Видимо, так надо. Я ему в журнале-то этот показываю, маленько взял, карандашик маленько щекнул, вот этот абзац прочитать бы. А в конце сказать, кто это сказал. Там прямо говорит. С полной уверенностью можем сказать, что по-разному относятся к Латкину, но с полной уверенностью можно сказать, что сколько тысяч людей пришли в православную веру. Ну, это, я же с ними разговариваю. А кто я такой среди них-то? Это для меня, ну, моя биография, мое зеркало. Ну, он прочитал и все, вижу, дальше-то нет. Я думал, он сейчас уже уезжает сегодня, и надо бы... А они мне вчера вопросы задавали, я им быстро отвечал, они ожили сразу. А тогда, вижу, пятеро просто упали на стол, спят, спят мертвым сном. Больше сейчас оголок не поднимают, просто, ну, устали, видимо, где-то были или еще. И вот сегодня, я гляжу, один намертво спит. Я думаю, вчера-то не успели сказать, а, видимо, один священник, который преподает, я так догадался. Он стоит, как говорится, на страже, смотрит, чтобы кто лишнего не сказал. Ну, хотя не знаю, о чем скажут-то, у него программа. Вот сегодня он там, как еврейские буквы означает, то другое. А они сидят там, один только старше 30 лет, наверное, мужчина, остальные молодежь прям такая. Я им сказал, что сначала не записывал, потом записал все же. Ну, и вот сегодня тоже, думаю, он выиграл бы хотя бы минут 10-то, по 5 минут, чтобы ему задали, уезжай. Тем более, никогда не было и больше не придется. Он выглядит так, ну, болезненно, можно сказать. Только недавно переболел, и он так-то худенький. Физическая работа-то никакой нету. А я сижу перед ними, нужды нет, кажется. Как грусть, говорит, полукошка-то. Ну, так удалось сказать-то что-нибудь? А? Удалось что-нибудь сказать? Оленький сегодня. Я уже Игорю передал, и он... А священник стоит рядом, я вижу, он беспокойно ведет себя. Меня не надо убеждать, что это скажет не так. Ну, и... Прям тут же свернули все, и... Ну, я говорю, вот что нужно делать-то. Потерях, когда вернулся с Восточной... Вот в Восток он ездил тогда, с этой поездки. Его спросили, как дела, он отвечает. Духовная развалина. Я говорю, и что дальше? Дальше-то нету ничего. Надо дело делать, а как? А вот смотрите, последний наказ, вот вы уезжаете. Ну, можно было сказать, идите проповедуйте, идите благовестуйте. Проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Я это все сказал. И когда прощаются, то он созвал кого? Мы считаем 20 глава, 29 стих, Деяния апостолов. Кто пришли? Пресвятера. А тогда были епископы под этим названием. И он говорит, из вас восстанут, которые будут говорить перевратно, чтобы увлечь за собой деньги, деньги, деньги. Тут понятно все. А дальше перед ним, говорит, лютые волки, нещадящие стадо. Ну, мы же простить это можем сказать. А это обижу священник-то. Ну, прям, можно было меня выкинули. Но я говорю, как-то переменить. Вот патриарх вернулся бы, и кто-то ему бы открыл, если бы у него прямая связь была с Богом-то. Как нам Бог отвечает, я скажу. И сказал бы, а что же делать, Господи? А Господь бы взял, да на меня и показал. Возьми его в советники-то. Я говорю, мой совет был бы такой. Я так осторожно. Хотя мне вопрос задавали, были бы вы патриархам, что сделали. Первым делом, первым днем прекратить строительство всех храмов, часовин, монастырей и рассчитаться с кредитерами. Второе. На следующий день я могу открыть три тысячи пунктов подготовки людей. Три тысячи. А где учителей взять? Я уже договорился. Маловузовская, всех БА в Москве. Баптисты. Я говорю, вы могли бы наших православных научить любить Бога, Христа и Библию? Но только никаким образом не задевать православие. Никак. Ни хорошо, ни плохо. Как Лавану Бог сказал. Ну, и они, да, согласны, согласны, согласны. Я их знаю. Ну, и все. Я вот делаю это, следующее еще. А дальше, что только, прятаться от церковной мафии. Они их зарежут к вечеру. Комсомольская правда писала, говорит, самая сильная, злобная мафия, беспощадная, это церковная. Ну, возьми, что делали там инквизиторы. 12 миллионов только на костер возвели. Тут и спрашивать не надо. Но это я сегодня уже не сказал про это. Он стоит рядом. Я говорю, вот тут студенты вчера мне задавали вопрос про ситуацию в стране. Что означает? А я в стенах нахожусь в семинарии. Я говорю, я не могу здесь говорить об этом. Вы со мной выйдете на территорию, думаю, за территорию это, шагов 10. И я вам там все расскажу в чистом виде. А так как я им это раздал визитки, там написано Лапкина и Игнатия по скайпу. Выходите на меня. И я все оттуда скину. Я не буду отвечать даже, скину материал. У них больше сотни этих роликов. Определенно. Большая, огромная польза. Но они быстро в столовую убежали, и ни одного нету. Ну, так как я им визитки все же раздал, думаю, кто-нибудь зайдет. А зайдет, значит, я через него скажу, а повезти других отдай. И вот я был там, когда... Мне неудобно говорить. Я сидел, у меня внутри было. Вот я глаза прикрою, маленько открою. Да это не он. Мы говорим, маленько опять, Господи, прости меня, Греша, я не сужу, а только... Да это не он. Уезжает в последний день, и какие-то эти буквы... Да какие буквы, когда люди ничего не знают. Симонии погрязли. Такая везде атмосфера. И он одно и то же вот там... Я не слышу, но я вижу, он показывает плакатики. Я все снимаю где-то. Ну, попрощались. Когда уходить стали, я подошел и говорю, благословите. А он руки лодочкой сложил, давай меня благословите. Я говорю, да я... Благословите никак. Ну, я вот в ладошку-то руку сунул, так вот крестиком-то. Поцеловал, ну, давай меня руку целовать. Ну, вот такая... Расставание хорошее было. Ясно дело, грамотное. Все знает. Ну, вот это чувство, что прощается. И да не бойся этого священника, который стоит. Я говорю, вам больше всего не придется. Вы какой-то такой. А я какой. Да и обстановка такая. Поворота назад в истории не будет. Приучить людей никого не бояться. Самое главное. Убирать-то люди от страха. Никого не боясь. Из-за тех, которые делают молитвы, чтобы им Бог глаза открыл. Когда даже за распинатели Христос молился. Ну, это распинатели для всего мира. Дожились, достучались. Щита же это дети есть. Ни один же там кого называют. БГ. Вот и все. Это последний момент. Сказал священник не на шаг стоит. Я гляну на него и вижу, машет рукой, дескать. Уходить надо в обед. То есть, выматывай отсюда. Ну, я и умотался. Вот они, если попадет, и будут слушать. И скажут, вот тебе приняли его. А он, смотри, что говорит. Ну, я говорю, родивай же, миленький мой. Я сидел и слезами добился. Ну, как же так не видеть-то? Ну, всегда уезжаешь-то. Тебе сюда не приехать. Кого тут? Тебя за руку не вытащит. Кандидат богословских наук. Истинно верующий. Настоятель. Там такие книги у него выходят. Он целую сумку привез, ударил. Ну, я понимаю, это все страх. Как бы это. Я должен сказать так, я прощаюсь навсегда. Вот кто-то сказал тут. Там беседа была. О, говорит, Игнать, я тещу не хвастал. Он бы дал жару вам. А когда общий тут идет, там, вот, второй кто-то подсоединился об этом. Что жару-то? Я сказал бы, что есть. Он говорит, а я сижу, не слышу, а на расстоянии нахожусь метр восемьдесят от него. На первом столе. А его стол к нам рядом. Там, и смотрю, когда еще показывают. Ну, не слышу, что делать-то. Я прямо истомился. Господи, да дай время сказать. Да сидят молодые люди, да ничего-то они не знают. Они до тридцати лет всем священники полезут. Но вчера я сказал, вас извергать надо всех будет. Только вот один, который старше пойдет. Надо понимать, что в последний момент я не скажу, Бог спросит с меня. Спросит не за то, как они отреагируют, а как я отреагировал на верение Духа Божия. Вот это вот. А я им сказал, главная цель жизни – это быть со Христом. Исполняться Духом Святым. И эти места я читал, а отец Геннадий засчитывал вчера. Что Духа Христова не имеет, тот и не Его. И дальше. Идите по всему миру проповедуйте. Эти места все за... Я не гляжу, сразу ожили, вопросы начали задавать. Ну, тут сразу священник прям стоит там, машет рукой, так сказать. Я не пойму еще, думаю, меня выметает-то. Ну, я закончил. Они в столовую там пошли. А потом сразу ко мне отношения хорошие, я же ничего не сказал. И меня застыл, да идите. Я не хотел прям совсем. Ну, и поел у них, а еда хорошая. Все соблюдается, как есть. Но я к тому, вот эта мысль меня все время до конца встречала вот так. Это не он. Это не он. Это подмена какая-то, как вот показывает она Путина там. То зрачки, то еще что-то. Не он. А я по-другому, что нет, как бы, чувства этой остановки. Какое тут обучение? Обучите одного любить Господа и любить Библию. Все кончится. Скорее вы ссылайте их на дело Божие. А они-то бесплатно там обмундирование, костюмки. Ну, как ФЗУшники раньше имели. Вот такое дело. Но все-таки я успел сказать. А там, там в одном месте, когда кончился первый день. Он уже подошел тогда. И мы начали говорить. И вот все снимала Елена. Она что-то там рядом была. Не догадался. Она вокруг обходила. Она показывала в разных позициях. Она настоящий просто журналист. Я ей говорю, что ты ставишь? И сначала я поставлю. Потом ты его возьми. И на это, я боюсь, трясусь за то, что у меня уже там такое дело-то. Она, о, Володя снимал. Ну, ладно, снимал, да и снимал. У меня там голос тихий. Ой, это, в ее оси. Можно будет соединить. Я уже думал. Я два видео возьму, соединю и сделается хорошее. И будет сниматься вокруг. И у вас хорошо слышно. А эти можно держать или убрать. Ну, то есть, а подумать как-то. Вот эта мысль у меня до конца была. Я прощаюсь и все. Вот знаешь, Иуда Бенгург. Когда он думает отомстить Мессаля. А она уже христианка. Она вот так рядом с ним. Я сшатнулась. Иуда, я потеряла тебя. Дух Мессалов тебя вошел. Кровь за кровь. Он говорит. И она так повернулась. А такая артистка еврейка. Там, я фамилию не знаю ее. Но настолько трогательна. Она только что сейчас была с ним. И она его невеста. Она будущая жена. И она вот так вот. Иуда. Я потеряла тебя. Это послужило ему толчком. Я не сказал этого. У меня данных таких нет. Ну, я же знал, кто. И мы близкие. Ближе некуда. Ну, вот. Надо было вот это сказать. Я смотрю, выступает где кто. Ну, почему же они то ли не видят. От нас чего Бог требует. Ну, прямо конкретно рассеившиеся ходили благовестия. Деяния 8.4. Явился, я говорю, сегодня я сказал, Асуга Геннадия. Явился македоняне. Не икона явилась кому-то. Видение. Иконы там монастырь строят. Я знаю жития святых. А явился человек. И он говорит то, чего вы ни одно видение позже не подтверждают. Только приди к нам и помоги нам. А сегодня, наоборот, монастырь строят. Какое-то видение было там. Или это патимское. Прости, Господи, чертовщина. И вот все только строить. Не надо строить это. Вот позаботьтесь об этом храме. Позаботьтесь. Возведите его до неба. На небе не будет храма. Ибо храм сам Господь. И вот здесь вот гляжу столько образования. Читаю. Что же так-то это? Никак. Ну они на меня-то смотрят. Может как мешаюсь им там. Такое у меня сложилось впечатление, что лучше бы я не приходил. Хотя никто этого мне не говорил. А я потому вижу, как два с половиной часа он говорит. А мне три минуты не дают сказать. Я в середине когда гляжу. Он что-то на меня смотрит. Я ему тогда, сегодня там и нашел это. Помогли мне найти библиотекарь, что журнал «Покров». Ну вот, 16-го года, 9-й номер. Я открыл 35-я страница про нас. Я это все подаю ему. А он мне сразу говорит. Ну я сейчас занятия веду. А я вижу, что занятия-то там какие-то там погони. Там, я даже не знаю эти слова-то. Им не надо это. Мальчишки сидят-то. Но я не могу этого сказать. Им нужен Христос. Не мы. Как написано, говорит, знания твои, мудрость твоя сбили тебя с пути. Я не к нему отношу вообще. Я вижу, мне как-то один сказал, говорит, вы вот так нападаете на академистов. Может из-за зависти, что у вас своего образования нет. Я говорю, мою душу никакой Осипов не корежил. Я жизнь провел на коленях перед Господом. Он ко мне домой заходит. У меня есть такое стихотворение. Зашел, присел на табурет. Слышали? Слышали, даже... Дыханием Библию считает. Дыханием Библию считает. И у меня вопросы были, когда он сел, у меня вопросы все исчезли. Все разрешилось, само собой. Да. Вот дыханием. Если зарядить на общее, то оно выскочит. Стихотворение. Дыханием Библию считает. Я гляжу, а там уступают другие, которые, ну, священники. Они как будто бы не собираются умирать. Говорят, и в Библии... Ну, нету слова Божьего, дыхания, Духа Божия нету в их встречах. Вот что самое главное-то. О, что-то дважды я пошел. Сейчас, сейчас. Меня спросили, что бы я хотел. Бог у меня в гостях на табуре присел. И у меня вопросов нет, все стало ясно. И все, о чем мечталось, не ждалось. Не чаялась, чтоб сбылась, воплодилась. Но посетил, как мытаря, Христос. И все вопросы испепелила милость. Все разрешилось, как бы само собой. Отпущенное время истекало. Душа свободно пела, не была рабой. Все рабство из души. Все рабство из души ушло по капле. Не высказать, что сделалось внутри. Ни в теле нет, ни в сердце много глубже. Когда Иисус со мной заговорил, Слова Его вошли сначала в уши. Ни в жилах нет, ни слова, ни сон. А много глубже и прочнее сто крат. Как будто бы им уже свершился суд. И мой Господь со мною, Он лучший брат. И разделения не было между нами. Настолько близко, близко, как одно. Пошел привычными библейскими словами, Которые люблю чадовны давно. Которые люблю чадовны давно. Меня спросили, был о том во сне. Не на ему же, а по сонной мерке. Но стало имя нам тогда ясней. Христос тот свет, и перед Ним все меркнет. Мне кажется, мы так и не расстались. Он рядом, наклонившийся со мною, Своим дыханием Библию листает. Прохладу создает, прискушаем сноем. Господь нам хорошо и на прогулке, И покидает в тягостном труде. И в полукруге радуги молись, и не робей. И в полукруге радуги молись, и не робей. Вот так, да. Ну, понравилось? Конечно. Необычно. Необычно так все. Плакать хочется. Да. Вот Господь как дает. А тут ничем не интересуется. Молодежь была вчера, я два стихотворения прочитал все-таки. Прямо сразу они проснулись и идут сегодня утром на занятия. А я уже там в коридоре стою, все приветствуются. Ну, я очень рад, что батюшка приезжал, побыл здесь. Вот. Помоги ему, дай Бог, здоровья. Мы молимся, он говорит, и мы молимся о вас всегда. Вот так. Я сказал, так бы сделать, чтобы молиться у вас было, как у нас сто поклонов молитв через два. Ну, что-то делать же надо. Тут видишь, как у нас все уютно. С Богом. Ну, вот, что я сказал, это вот. Основное это просто, когда я сидел, записывал. Записывал, еще не прослушал. Ну, сказали там о муже, говорил он. Там о жене. Я еще посмотрю, послушаю. Но уже все готовлю на сдачу в администрацию. И там, где нужно, скажу, слепляй вместе. А то, ну, я записываю. Это два с половиной часа. Семь с половиной часов только запись. А это только там. В зале. А тут-то еще я сколько. О. Ну, в общем так. Богатый урожай. Да. 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 Ну, кто-то спросил бы. Вот сейчас, допустим, так. Все его батюшку убрали оттуда. И вас бы где-то вы нашли. Да мы на все одинаково. Мы одинаково верующие. Нам не надо это. Но. Я на то, чтобы немедленно, немедленно идти к тем, которые могут завтра уже их не быть. Их уже не будет. Эти люди. Вот это. Сценить это время. Как будто оно дальше будет. Мы будем изучать языки. Не так. Мы окружены и спереди, и сзади. У меня стихотворение такое есть. И всем руководит Христопродавец Жит. Вот так. Ну, вот. Вот. Да, да, да. Вот именно. Есть ли смысл сейчас в это вливаться в времени? В то, что со всех сторон все языки вот так все это изучать. Есть ли смысл сейчас в этом? Слово Жит имеет значение. Или стоит все силы направить только на одно. На изучение Писания. Да, да. Вот Писание-то изучать-то. Ясное дело. Надо. Вот у нас проходят. Как утром помолились мои. И десять минут читают с толкованием. Вот проповеди. Сейчас что-то приболел Кадушкин Георгий-то. А проповеди-то я сам их слушаю. О, сколько там. А он говорит, мне заново надо все прослушивать. Его касается это. Со слезами, говорит, сам считаю. Еще я повторяю, повторяю. У меня нет образования. Как бы этим подталкивают. Ну, остановитесь на этом. Когда-то он сказал. Отец Геннадий говорит. Ты там учился? Преподаватель в университете. Тут. Семинарий закончил. Академию. Ну, когда, говорит, мне жить-то тогда. Все. Учусь, заучусь. А я ни одного часа не тратил ни на счет. Я избрал другой путь. Молитву. Бог это дает. Бог это дает. Я говорю, что не хватает сегодня? Живой молитвы. Живой. Почему я верю в Богу? У меня живая связь с Богом. Я прошу и получаю. Вот недавно тут у одних неладно было. И уже и мать там, и все. Одношипкина, что ли там ее. И она пишет. Помолиться. Я помолился. Она сразу дает. Сколько было, ничего нет. А тут сразу. Ну, может совпало. Я же не меняю к себе. Сразу облегчилось. Что-то куда-то еще делось. Мне каждый день это люди пишут. Я говорю, да, я молился о важных вещах. О крушении дьявольского режима Советского Союза. И он лопнул. И вот обо мне журналист написал. Благодаря таким, как Лапкин, подтачивались основы тоталитарного режима. Это не я пишу. Это журналист. Да, я молился. Да, за печенье брал денег. А говорил, сколько? 35 рублей с котлом, если. Около церкви. Все везде подавайте там пару рублей, чтобы молились. Ну, и говорю, о чем молились. Чтобы было хорошо. И режим этот ушел. И вторая молитва была об Александре Исаевиче. Солженицын, чтобы он вернулся. Для людей просто вернулся. А для меня по моей молитве. Мне люди стоят за стол. Да, тут у нас все было. Я выпросил. Мне Бог дал. Хлеб насущий дай. Я не могу его присвоить ни себе, ни на другого отложить. Это он мне дал через кого-то. У меня живая вера. Я все ощущаю прямо. В то же время, хоть у вас и нет образования, но вы прочитали то, что... Даже у кого есть образование, не прочитали. У вас вы раз на пять двенадцать томов златоуста. Все жития святых прошли. Это что, не образование? Это все образование. Образование, это образование. Ну, кроме того, у меня там доброта-любие пять томов насчитано. Григорий Лещенко, четыре книги. А они больше даже, чем златоуста толстые. Ну, во все пятьдесят томов насчитано. Да, я все время считаю самостоятельное образование. Но того образования, которое они получают, штамп, диплом, у меня нету. Но я когда разговариваю с ними, я говорю, что у них как мальчишки какие. Глубинного рассуждения об этом нету. Надо или не надо, не разговаривать. А программа? А зачем мне эта программа? Когда это ничего не надо. Я мог быть не здесь, если бы я не встретил Библию. Конечно, был бы не здесь. Давно бы погиб. Видеть такой большой конкурс. Добиться разрешения на три курса за год сдать на иностранных языках. Ясно, что не кощегаром был бы. А мне это все оказалось ненужным. И потом у меня резкий обрыв. Я гляжу, когда... Вот одно и то же. А мне Господь дал милость свою. Вот я писал стихи 9 лет. Отрезал и все. И нету. 12 ноября 2010 года последний написал, положил, и все. Больше нет. И сколько этого было? Вот вовремя остановиться. Почему? У меня открывается другое поприще. Поприще вот я здесь, с людьми. Сегодня считать то не очень любят. А послушать то послушаем. Вот так. И... Класс. Треба. Треба.